Почему мы сюда пришли? Потому что нам это дело нравится. Я всю жизнь мечтал, чтобы мы связались с теми людьми, которые вам дают ощущение немножко другого бытия в машине. Машин много. Машин много разных. Машин хороших мало. Я бы готов был бы с вами поспорить, сможете ли вы из своего любого автомобиля сделать изумительный вариант. Возможно, это не будет что-то красивое. Когда вы будете внутри, вы понимаете, это ощущение, ощущение звука и комфорта. Для меня открытие оное. И это человек, понимающий телевидение. Разговоров много. Рекламы много. Но лучшее качество только телевидение. И оно работает и на благо вас, и на благо народа. Итак, где мы и о чем мы сейчас будем говорить? Мы приехали куда? В магазин Автоэлектроники. Странная городская ярмарка. Для того, чтобы показать вам электронику естественную. Которая не сильно дорогая. И в принципе, вы все это можете сделать сами. А если что-то не получается, договориться, вам все это дело и поставим. Почему я говорю про Автоэлектронику и вообще? То есть у меня сейчас появилось место такое. Авторазбор 999. Они просто машины разбирают. Я вам скажу, что идеальных со стороны звучания автомобиля просто не существует. Бред это все, сивка была. То есть когда все это дело вмонтировано в места, представляете, да? Вмонтированы в кожух акустикой никакого качества. Чтобы это все звучало гораздо вкуснее, вам необходимо что-то сделать? Необходимо все срезать, поставить изумительное звучание, которое здесь есть. И по сути событий, все это не стоит слишком больших денег. Да, конечно, сейчас люди говорят о чем? Вот они об этом и говорят. Что люди ходят, да пускай заходят, это же нормальное явление, штатив подпрыгивать, ничего страшного. То есть, если изначально в машине стоит какая-то голова такая крутая, навороченная, то это не есть фактор вашего изумительного звука. Потому что надо все это дело убрать, аккуратно проложить, шумодавками, все-все-все, и тогда ваша машина будет звучать. Желательно полностью убрать внутреннее состояние. Потому что там акустика по сути никакая. Абсолютно никакая. Желательно добавить кое-что. Желательно добавить все это здесь. В одной простой проблеме. Здесь цены невысокие, уж поверьте мне. То, что находится за моей спиной, не может не радовать любителей американцев. Потому что в Америке, это как правило, дуудиновые магнитолы. Кроме всего прочего, это не может не радовать любителей японских автомобилей. Потому что в Японии то же самое дуудиновые магнитолы, они еще и большие. Так заходите, заходите, пожалуйста. Это нормально, бизнесом действует. Чтобы вы сюда приходили, покупали, но здесь же ценники недорогие. Логично? Вот правильно, да? То есть, когда вы берете японские автомобили, да? Там стоит вот такого типа магнитола, да? Но там что-то все написано по-японски. Вряд ли это вы сможете перевести. И просто приезжаете сюда, покупаете... Ну, я вам сейчас просто опущу ценники. Вот пионер, допустим, 4900 рублей. Ну, что не купить-то? Что находится вот с этой стороны, прямо рядышком со мной, это, естественно, камеры. В данном случае мы видим камеру заднего вида и еще одну заднего вида. Хотя с другой стороны есть переключение. То есть к этой камере можно прицепиться как перед, так и назад. Перед она вас покажет, куда едите. Вот видите, прямо вот так вот. Или вперед. Хорошая техника. И техника абсолютно недорогая 2200 рублей. Ну, и еще монитор 2100. К слову о новинках. Банк и Олловсен, если честно, есть, мягко говоря, далеко не у всех. В основном, корявые автомобильные магнитолы в панели и никакая акустика. Бороться с таким однообразием будем с автоэлектроникой. И первый вариант другой. Авторегистраторы и системы видеонаблюдения, ну и позиционирование в том числе. Как правило, этого нет в вашем автомобиле. Это просто запрещено. Там, где его производят. Но в России это все можно сделать. То бишь, допустим, в Турции вы не сможете использовать навигаторы, которые вам демонстрируют наличие скрытого оборудования, которое мерит вашу скорость. В Турции нет. В России, пожалуйста. Ценники, в принципе, недорогие. В принципе, все это здесь можете поставить. Никаких проблем нет. Сегодня сейчас, это верхняя часть. Вот еще и снизу, пожалуйста. Мы говорим о том, что как было бы круто, если... Вот что случилось в Москву, которую я недавно посетил. Когда я приехал в Москву, в эту странную, в столицу непонятного государства под названием Россия, потому что она вообще не похожа ни на один российский город, я понял, что без GPS-навигатора для меня это все. Билла с вензелями. Билла с вензелями, естественно. Но когда я прихожу сюда, здесь билла GPS-навигатора, и они мне все это дело показывают. И они красиво вставляются в машинку. Тоже клево. Теперь вот мы поговорим про систему видеонаблюдения. Вот. Конечно, то, как ездят магнитогорцы, не может не вызвать круглых шаров. О, как у меня. О! Потому что мы не ездим вообще. Мы поворачиваем справа налево, слева направо. Это не есть правило. Ну, мало того, как бы, в некотором случае, хороший ваш навигатор спасет от грабежа. И некоторые товарищи тоже покупают эти самые навигаторы. Ставят себе на шлем эти товарищи под названием водители мотоциклов. Я не против водителей мотоциклов. Давайте только определимся. То, что вы начинаете обгонять, когда есть такая возможность. А не встраиваетесь. Не прогоняйте между двумя машинами идущими. А то как-то странно получается. Вы проезжаете, и что в этом деле? Да, это круто, да, это круто. Но если человек решил выйти, представляете, вы врезаетесь в дверь. Не надо так обгонять. Дети как нормальные люди. Спокойно и не торопясь. И мы бы вам показали, как вы делаете это. Если бы это все делало, было бы красиво. Ну, в общем-то, смысл в чем заключается? Смысл заключается в том, что сегодня и сейчас наше законодательство в лице ГИБДД сказало, что вы можете продемонстрировать все это дело. А вишники, естественно, которые вы сняли на вот эти штучки. И тогда люди будут понимать, что надо ездить правильно. Ну, да ладно. Не об этой суть. Мы говорим о том, что все это здесь есть и по цене. Ну, как раз для всех вас. Ну, наконец-таки свершилось. Когда, наконец, будет только тонировочная пленка с реакцией на алкоголь? Потому что ездят у нас люди безбашенные, в магнитке, в особенности. И вы все это можете видеть на парковках, где все стоят в местах для инвалидов. Кстати, тот же регистратор вам в помощь. Ну, да ладно. Мы поговорим об инсайдерских технологиях, без которых машина, которая ездит, рано или поздно будет никакой. И вот она никакие круги своя. Я не сильно много видел людей, которые ездят на своей машине и у которых в багажнике нет ничего для нормальных условий эксплуатации вашего транспортного средства. А может быть, для отдыха в том числе. Ну, я таких не видел. Машина вас перевозит. Машина вам дает возможность. К сожалению, машина и ваши деньги тоже требует. Но я думаю, в будущем машина не будет столько денег требовать, потому что мы все-таки перейдем по электрическую часть. Потому что... А, кстати, вчера я видел в городе Магнитогорске машину Тесла. То есть Магнитогорск уже, 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 уже... Будем говорить, что он стал в действительности крутым городом. Но тем не менее, все, что должно быть, оно также должно быть в вашем багажнике. О! В моем багажнике много чего есть. Мало того, когда я езжу далеко, то я хочу, чтобы в моем багажнике были запасные части. В моем багажнике должны быть запасные части. И только запасные части. А, сейчас, сейчас все это сделаю. Ну, вот. Еще и должны быть инструменты. К слову о том, что лучшие инструменты я купил здесь. В смысле, мне их подарили. Потому что, ну, спасибо большое товарищу, который для меня все это сделал. Все остальное. Примочки, всякие приблуды. Там в большом количестве есть здесь. И вообще, ходить, по сути, никуда и не надо. То есть, приезжайте на центральную городскую ярмарку. Если вам что-то нужно. Ну, я имею в виду. Хорошие вещи. Грамотные вещи. Вот. Лучший вариант. Замечательный китайский инструмент. Вот он здесь есть. Лучший вариант. Работы. Это тоже здесь есть. То есть, я бы все-таки не советовал. Советую вам куда-то в другое место ходить. Проще прийти сюда. Проще прийти и заказать, и получить результат. И потом уже ездить на своем лучшем автомобиле. Я считаю, что у каждого человека должен быть лучший автомобиль. Так давайте все это и делать вместе с вами. Почему такое? Потому что машина – это пылесос. Без отвода струи грязного воздуха. Мне еще говорят, сейчас упакую и буду ездить. Но никто не понимает, что даже идеальная запаска после прокола не будет идеальной. Что рано или поздно все машины гниют. Резинки на уплотнителях отваливаются. Коврики и сиденья будут совсем далеки от новых. Как воткнуть новизну? И для этого есть приспособы. Хотите честно-честно? Сюда лучше прийти, потому что здесь вы можете купить для себя максимум удовольствия. По сути событий, если бы такое дело было, можно было бы оставить только это подразделение – автоэлектроника. Автоэлектроника – это одно. Автоприбамбасы, автопримочки, автоудовольствие – это другое подразделение. Все вместе есть. То есть, в отличие от других людей, мне так кажется, что человек, создаваемый это производство, родил за вас, потому что фуфленьки здесь нет. Даже берем вот это дело, понимаете, настоящая кожа. Чем это не прелесть? Постелили красиво, супер, офигенно. Да, естественно, кожа и стопроцентный мех в зиму лучшего нет. Кожа новая, конечно, хороша, но она и лопается, точно-точно. Лучшие чехлы, и правильно, чехлы после усоса на выкидку. И поставьте новые, катайтесь. А вот то же самое и здесь есть. Представляете, в каком месте вы живете? Вы живете в городе Магнитогорске. Город Магнитогорск чем славится? В городе Магнитогорске, извините, пыль везде и всюду. И даже если это велюр, то рано или поздно велюр становится пыльным. Лучший вариант – все это дело немножко укрыть. Вы говорили о том месте, где все есть. Так вот, это место есть – автоэлектроника. То есть, ну, не только же электронные части, которые необходимы в вашу машину. Все остальное – то же самое. Чехлы – пожалуйста. Мало того, можете все это дело перетянуть. Это для любителей тех машин, которые уже, ну, с издержками производства, поверьте мне. Потому что я вам честно объясняю, гораздо проще взять старую машину, довезти ее до ума, ездить на ней и показывать удовольствие, как это делается в Кубе, в которой люди ездят на машинах 1955 года. В общем, конечно, был бы отдел или магазин, я бы его правильно и грамотно распиарил бы не по-детски. Машина, по сути, тоже в большей части как животное. Живет мало, но вы должны довольствоваться он им. А не получается. Купили, понты нового отбили, а дальше-то что? Разруха. Да, это делают автодебилы. Умный живет с машиной, и по сути, она ему приносит большее удовольствия. Но житие вместе – это стандартные финансы. Машины, как и животные, требуют вложений. И вот вам то самое место, где вы все, что бы не купили, сработает на ваше благо. Почему все настолько хорошо и настолько красиво? А вы подумайте, можно ли на автомобильных прибыльмассках денег много заработать? То есть, где мы находимся? Центральная городская ярмарка. Поверен автоэлектроник. Две штуки, вторая часть. Вы понимаете? Люди зарабатывают на чем? То есть, зайдя сбоку, вы можете увидеть, что кое-кто ездит на совершенно крутых машинах. Потому что они зарабатывают на обыкновенных автовазовских запасных частях. Их очень много в нашей стране. Мало того, я даже знаю, где их делают. Мы говорим про другой материал, потому что на этом деле много-то и не заработаешь. Если вы хотите работать правильно и грамотно. Хотя, в принципе, можно заработать правильно и грамотно, когда делают это подразделение. То есть, вы пришли, купили себе много за недорого, потом еще пришли, потом еще пришли, пригласили гостей и становится вполне нормально. То есть, когда мы говорим об автомобиле, мы должны понять, что автомобиль для меня лично – это часть моей жизни. Я в них живу, в некоторых случаях даже больше месте, чем я, допустим, еду за рулем. Потому что, в основном, как я вот сейчас, если я езжу и если я ищу людей, я на чем езжу? На автомобиле, естественно. И с кем я буду заниматься? Что мне даст магазин «Автоэлектроника»? Он мне даст изумительный звук и все остальные примочки, за которые заплачение сильно дорого. Продолжение следует...